Получилось, что я его немного учил на другом типе. Вот когда на QC-2 летали, то есть... Как-то вспоминается отдельный этап его знакомства с этим человеком, замечательным человеком. Но два, наверное, никогда не забудется, когда он меня чуть из Гланика не выбросил. Надеюсь, что ты счастлив, что я у тебя есть. Идет меня не скоро отлетал. Александр Степанович рассказывал про случай на планере, где он... Ситуация интересная. Никогда не летал на планере, но всю жизнь мечтал. Вот тут Степанович мне говорит, ну давай я тебе про этот же пилотельник, как ты там... Ну так и было. Только пальцы вот так не растопырил. Я сел, утром бывали у меня в переднюю кабину, а в заднюю. Набрали высоту, перевернулись. Ручку по прямочке двинул. Более энергичнее, чем положено. И слышу откуда-то издалека. Ручка набери! Что-то играет мне на посадке, да еще кверх ногами. Он пробил фонарь головой. Руками не может на ручку натянуться. Я говорю, ручка набери! С улицы! Вот так вот! Привязываться надо! Это не сказка, это был маленький задний козырек, вот этот, где головой можно вышибить. Я головой уперся, когда придет. Он обнимается с народом. Как вы надумали там в ночь? В ночь! В ночь! Так а вон он стоит! Василий, значит ты иди сюда! Да! Поехал, Серега! Так а все, он тут метался! Сюда! Мы знаем, где мы поехали! Ну так и что? Не мы в тихую, мы ждали, ждали! У вас телефонов нет? Давай! Дорогой Сергей Николаевич! Было время, когда мы пришли вместе в аэроклуб, это был 79-й год. Сели за одну парту и одновременно открыли листок, тетрадь, первая страница. И написали, самолет Як-12М. И начались занятия. Я думаю, что ты помнишь это время. Но прошло уже, в общем-то, с того времени уже достаточно. Ты уже достаточно зрелый, достаточно зрелый, матерый ас-пилот. Я думаю, еще все впереди. Будут новые типы, будут новые... Хотел сказать... Молчи, молчи! Ну и главное, чтобы у тебя было здоровье. А будет здоровье, будешь летать. Будет здоровье, будут друзья. Счастья, здоровья тебе! Давай! Сергей Николаевич, поздравляю тебя с твоим 50-летним. Благодарю тебя. Здоровье и всего самого наилучшего. Прожить еще столько лет, сколько прожил. Очень молодой, очень хорошо прожил. Я вот делал. Я вот делал. Я вот делал. Ты правильно делал. Ты были славы. Через две недели, на воскресенье что-то. Тебе цены сняться, проявятся. Заедут в суде эмоции. Монгол, то-се. Я не могу. Я не могу. Примешать. Потому что я говорю, я бы... Николай, в себе наоборот. Я на самом деле заединись. Ты старший? Что такое по 20? Десять рублей? Двадцать тысяч. Вы с ними? Да. А, я думал, ты сам... А, десять? Ну вот так. Слушай... Хай. Ха-ха-ха. Это стоимость его, конечно. Все в любви пищи. Да ладно тебе. Да вот тебе и ладно. Вот в котором он действительно стал летчиком. В котором его научили летать. И я хочу предоставить слово его летчику и инструктору, который научил летать Сергея Николаевича. И как раз про тот почерк, о котором говорил Алексей до этого, который, почерк Тадыкина, был передан Долженке Алексею Викторовичу. Ну вот, инструктор, учитель. Радостей Николаевский, начальник Бурно-Русского и Донбасса. АПЛОДИСМЕНТЫ Друзья, действительно, момент волнующий. Я с удовольствием присоединяюсь к тем добрым, я надеюсь, словам, которые были сказаны в наше отсутствие. Ну и несколько, может быть, неприятных слов будет сказано в моем выступлении. Прошу приготовиться. Минута 30, я время займу ваше. 25 лет назад всего лишь в Барнаульский авиационно-спортивный клуб поступил спортсмен-летчик, которому в то время уже было 25 лет. И по тому времени это было уже само по себе необычное явление. Это сейчас уже на возраст не смотрят. В 40, в 50 принимаем, летают. А в 25 лет человек, который закончил институт, был уже мастером спорта по борьбе самбо. То есть какие-то жизненные устои уже у него произошли. И он коренной такой перелом делает. Приходит, начинает учиться летать тогда на самолете Як-12М. В тот год их вылетело буквально несколько человек. Вот Александр Иванович с ним вместе пришел. Олю Сергей Николаевич. Ну а неприятного я хотел что сказать. Этот человек, первые мои полеты самостоятельно як-посаду, он у меня их испортил. Испортил, потому что не выносил вот той перегрузки, которая появилась. Я думаю, ну кого я привез на сборы? Кого я собираюсь учить тут летать? Он пять минут на землю и полчаса-два часа лежит под плоскостью. И так три раза подряд. И зато потом посмотрите, как стал летать. Я рад, искренне рад за него. Что он буквально еще вот несколько лет назад выступал даже на соревнованиях. Да, командование Сибирска, правда, на основных соревнованиях. Уступал успешно. Летает до сих пор. Во многом превзошел меня и многих наших других летчиков. Летчик-испытатель. Значит, освоил много типов. И мне хочется от всей души пожелать. Сергей Николаевич, Серега, не вру ей Бога. Летай как можно дольше. Летай как можно лучше. Ну, лучше, конечно. Я помню твои слова, когда мы впервые собрались в ресторане «Колос». Вот, Володя Любинов, Володя Гусев. Мы были первыми тогда, кто выполнил мастеров спорта. И опять-таки юбилей. Двадцать лет назад ровно это произошло. Он сказал, да, я хочу выпить за то, чтобы наше мастерство не оставалось на этом уровне. Но он мечтал о звании мастера спорта международного класса. А кто знает, за рекорды тоже Серега звание дают. Так что давай, стремись. Ну, с днём рождения. С отступлением тебя в клуб пятидесятников. Хочу предложить тост за первые пятьдесят. Старая. Спасибо, Николаевич. Молодец. Аплодисменты. Поздравляю! 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Плывем по черному уровню, говорит, если бы ватарь не соленая была, я подумал, что мерз. Ну здоровья, счастья, остальное все мы постараемся прибавить. Всего хорошего тебе. Спасибо. Николай еще за кучку идет. Он мне научился. Он мне дал чувства. И шеву своему тоже. Они мне вдвоем дали возможность взлететь. Я в сюжет, я 32 года с рулем, но взлетел, я к 52, я поднял сам лично. Чувство полета, это неописуемая вещь. Это не знаю, что это. Только на громошке сыграть, да? Я у меня тоже голос проведу. За чьи года мы ждем. За чьи года мы ждем. За чьи года мы ждем. Красивые годы. А он спал, чем в этом. Ну это ты. Поняла, да. Я на посолковку. Я на посолковку. Это святый год. Сейчас. А с вами еще. Я по-другому. Я по-другому. Я по-другому. Там, где для девицы. Колrauen, кто arrangement? Да. Я бы не хотела встать огонь и любить. Расставшись мы с тобой, спасем свою любовь От сложных разговоров и бери. Расставшись мы с тобой, спасем свою любовь От сложных разговоров и бери. Дорогой Сергей Николаевич, искренно, очень искренно поздравляю тебя. С днем рождения с твоим. 50 лет, конечно, дата достаточно большая, но она на самом деле Это возраст такого зрелого, молодого человека, у которого впереди еще очень много всего. Еще много впереди новых типов, которые, я думаю, мы с тобой найдем, если их еще здесь нет, на которых и ты слетаешь, я думаю, меня научишь многому. В общем, счастья тебе, удачи и всего-всего-всего. Ну, основное, так сказать, мое пожелание, основное пожелание в том, что у нас появляется сеть аэродромов, где непосредственно Сергей Николаевич принимает участие во всех полетах и выполняет полеты на всех аэродромах. Это Як-52, так сказать, испытательные полеты. Поэтому мы просто, так сказать, его приглашаем в гости к нам на аэродром ОПГЭС. Вот, так сказать, свободное время, когда захотят, прилететь на Як-52 и полетать у нас на аэродроме ОПГЭС. Вот, так сказать, первое пожелание. Второе – здоровья, удачи, так сказать, долголетия и спортивного мастерства. Спасибо. Большое спасибо. До свидания. – Ты Ефименко-то знаешь, Серега? – Налей кому-нибудь еще. – Налей кому-нибудь еще. – У меня друг есть гард. – Серега, звоните. – Смотри, уже шашка на половину. – Я тебе рассказывал или ты слушал? – Ну, говори… Килинуш, говори правду, только правду. – Чего? – Брешь. – Килинуш. – С первого слова уже. – С первого слова уже. – Ну, ладно. – Ну, тут тебе говорили, что я могу здесь поделиться? – Ты че вставал тогда? – Вот, знаю я тебя не один год. – А он… – Порой у тебя некоторые детали я учусь. Не буду учить, естественно. Вот твоя порядочность, мне очень нравится, понимаешь? Вот, учи ты, вычи ты, честно говорю. – Учи ты. – Понимаешь? – Хорошо. – Очень хорошо. – Лично сказал. – Говори для тебя, а я тебе желаю. – Да ты будь таким мужиком, который ты вот есть, понимаешь? – Ты хороший, прекрасный мужик. – Хороший человек, понимаешь? – Все. – Я тебе скажу. – Больше я ничего хочу. – Да и не делаю. – Да, ползунки колеса. – Ну, у меня что? – Я на это не согласна. – Все будет надежно. – 290 в квадратных футов. – Это больше, чем по 29. – Нифига, у нас сейчас система плохо испытывает. – Дон Викен будет висеть, как на Д-6. – Ну, на Д-10 не прыгали? – А сколько он висеть будет? – Ну, это по ночище было. – По желанию высказывать. – Нет, хотя смех-смехом, но в прошлое воскресенье мы с Сергеем Николаевичем входим. – Павел Васильевич Ласюковым подходит. – Павел Васильевич Ласюковым подходит. – Мы, говорит, обучаем тандем инструктора, нам нужен пассажир. – Срочно. – Сергей Николаевич, говорит, подойдет уже. – Сергей Анатольевич. – Сергей Сергеевич, парашютной службы. – Дорогой Сергей Николаевич, вот Сергей Анатольевич сказал золотые слова. «Только много друзей, если каждому дать вечера не хватит. А потом что-то родом исправляюсь все. Больше, больше, больше!» Музыка Замечательно! С днем рождения тебе! Музыка Класс! Музыка День рождения Сегодня присутствует Гости И это Врачебный консилиум Все дело в том, что Недавно у нас Прошла Врачебно-летная комиссия И сегодня мы встречаем Врачей Под ваши аплодисменты Пожалуйста Дружнее, дружнее, дружнее Сергей Николаевич Сюда, пожалуйста К микрофону ближе Мехотерапев Итак, у нас прошел Смеха, дура, медосмотр И сейчас мы услышим А я вам Прошел Субтитры делал DimaTorzok